привет дорогие друзья и добро пожаловать на диван для творчества пожалуй вы уже догадываетесь что сегодня будет за тема я в принципе решила из-за ситуации которая сейчас у нас сложилась в мире сделать специальную серию видео из видео из очень похожих видео на тему защита с помощью маски защита лица носа и рта в этом видео пойдет сегодня речь об этом это очень очень быстро и просто делать из остатков ткани которого завалялась дома пожалуй такое часто бывает и сейчас я покажу вам конечно же как защиту для лица можно сделать маску в данном случае конечно это не гарантия я не могу ничего гарантирую что она защитит вас от вирусов или болезней но я покажу вам в течение серии этих видео покажу вам как можно это все сделать конечно же она защищает ничуть не меньше чем обычная бумажная маска которая продается в аптеке или которую можно купить в интернете все то же самое но это вы можете шить самостоятельно дома что вам для этого понадобится сейчас я вам все покажу и так конечно же остатки ткани которые меня как я уже упоминала что касается ткани лучше всего шить из того что вы у себя найдете конечно но я шью всегда из хлопка хлопок можно всегда стирать и он всегда благодаря этому маска остается чистый гигиенический чистый лучше всего если можно стирать на горячей стирке больше чем 60 градусов это несколько не каждую ткань можно так стирать и я бы сказала что я всегда советую вам использовать хлопок но смотрите конечно сами как вам нравится здесь будет лицевая сторона ткани лицевой стороны будет изнашенная сторона и между ними будет еще один слой ткани что-то другое можно использовать вообще разные подкладки их можно находить в интернете они бывают в виде флиста или других видов ткани но я ее не буду делать в этом случае я возьму просто два слоя наружно лицевой лицевой ткани а в качестве подкладки будет у меня изнаночная сторона которая буду потом пришивать я в любом случае потом все это вам покажу что это за ткани очень часто возникает вопрос или встает вопрос как выбрать ткань чтобы можно было хорошо сквозь нее держать должна быть определенная ткань конечно чтобы проходила дыхание веселья не потеря дополнительно конечно вам нужны будут резиночки или разные шнурочки лучше всего чтобы они были эластичными ножницы для ткани обычные ножницы для бумаги или что-то в этом роде она линейка или мерная лента также приколочные иголочки я нарисовала здесь небольшой икс эскиз он не очень сложный но я специально для вас нарисовала чтобы вы могли бы потом срисовать и им пользоваться а там маска размер маски для взрослых это прямоугольник 13 половина 13 сантиметров примерно его как раз здесь нарисовала и далее я двинулась вот сюда и дело здесь разные пометки как вы видите вот они а с правой стороны вот здесь вот снизу и сверху на этой стране я от края отступила три сантиметра сделала маркировку отметки а вот как бы здесь такой конец а на другой стороне также наверху я сделала одну отметку полтора сантиметра влево вот здесь вот я показываю пальцем тоже самое отметку внизу отступил от этого угла три с половиной сантиметра вниз потом отмерила с этого как с этого угла наверх восемь с половиной сантиметров сделала еще одну отметку то же самое я сделала вот здесь вот внизу три с половиной сантиметра вправо и покажу вам еще раз вот так вот крупный план чтобы вы могли сделать например скриншот или сфотографировать или срисовать его ну и видели все эти отметки для себя и так и вы видите уже сами здесь вот красная ручка я как раз отметил как какой форме я буду вырезать маски я вот так вот отметки до отметки просто провела линиями от руки ну и вот так вот я сделаю вырезала красивее я вырезала форму нашей маски вот здесь вот я показываю и я еще хочу сказать что это только половина моей маски это значит что вам нужно взять ткань два раза и и и сложить напополам вот так вот и вырезать вот вот этот вот иските вот этот вот кусочек просто по кругу вот этой вот бумажки вырежу на пол сантиметра правда прибавьте к ее краю для шва припус для шва можно было потом красиво шить в принципе маска довольно большая получается и так здесь вот участка ткани которая вырезана вот они посмотрите и вот так вот сложила и подрезала а сейчас теперь объясню шаг за шагом что нужно сделать так четыре раза я сделала лицевую что вырезала лицевую сторону маски я как я сказала я буду делать два слоя так первый шаг который мы будем делать вы берете ткань и кладете их лицевой стороной лицевой стороне то есть две части вот так вот накладывать на друга смотрите также чтобы они ровненько прилегали друг другу края везде держались также вот здесь вот чтобы вы могли этим прошить вот эти вот вот эту окружность то есть готовой маски вам нужно еще раз попробуйте посмотреть все ли там красивенько друг другу лежит здесь вот у нас будет располагаться нос вот здесь вот это как раз у меня ткань внутренне вот это вот лицевая ткань наружу она будет выходить вы можете точно так же сделать наложить вот так вот или друг на друга лицевую сторону и также вот здесь прошить этот верхний край или если у вас будет два слоя как у меня вы можете прежде вот эти вот части взять наложить вот так вот их друг от друга одинаковыми одинаковой стороной наверх и очень и очень близко к краю вот так вот прожить сшить их вместе чтобы двойной слой так сказать друг на друга наложить вот по обе части потом приложить лицевой стороны к лицевой стороне таким образом у нас будет получится два слоя то есть две части наложенные друг друга лицевыми сторонами внутрь ну и вот так вот сверху вы прошиваете на окружность итак после того как вы прошили сверху окружность вы им так вот расправлять эти две части берете здесь вот в серединку возле шва и расправляйте вот эти вот два края попробуйте сделать это просто так вот пальчиками вот так вот разгладьте этот шов после того как вы разгладили эти швы и теперь можете вот так вот снаружи посмотреть что у вас получилось вот так вот чуть-чуть вывернуть маску вот так вот это маска будет располагаться на лице подходит подходит вам размер на ваше лицо может быть это слишком большой размер или нужно делать поменьше вы можете делать так как вам нравится справа и слева от шва можно будет еще раз так вот здесь прострочить чтобы это она выглядела поаккуратнее и поглаже так сказать но то же самое можно сделать вот здесь вот на подкладке как я и сказала это не не обязательно делать но все по вашему желанию итак вы берете накладываете эти две части друг на друг лицо стране к лицевой стороной маска вот так вот она располагается смотрите обязательно чтобы это очень аккуратно вы прикладывали чтобы все края идеально совпадали вот здесь вот на по окружностями чтобы крепко все держалось прежде чем вы будете вообще это все сшивать и нужно после шивания будет оставить маленькое отверстие для того чтобы вы вернуть изделия чтобы вы могли вывернуть это обязательно как я и сказала прежде чем будете прошивать закрепите иголочками здесь вот по кругу чтобы не было тяжело и так сейчас я обрезала вот эти вот уголки там где припуск был на шов вот здесь вот все показано чтобы тут можно было удобнее выворачивать уголочки будьте аккуратно чтобы вы в правильном месте начали выворачивать это все и ничего внутри не порвали здесь так как я делала два слоя своей масочки выбирайте где выворачивать так после того как вы вывернули изделие вы можете его прогладить или вот так вот расправить руками вот здесь вот в серединке можете просто прострочить снаружи полностью по краю этой масочки чтобы очень-очень близко к краю чтобы она выглядела более аккуратно также можете прострочить сверху отверстия но это не обязательно вы можете как я сказать просто прогладить сверху маску и все чтобы подкладка идеально прилегала к лицевой стороне и это все красиво и аккуратно смотрелось здесь вот по окружности все отлично подходит маска должна закрывать от носа до конца подбородка это важно а как я и сказала здесь можно прострочить по краю очень-очень близко как я сейчас и сделаю если вы видите ну и теперь точно так же я закрылась мое отверстие выборочное где выворачивала изделие и его здесь вот я беру теперь и вот эти вот края по бокам заворачиваю и вот здесь вот я буду прошивать и образуется кивом за маленький туннельчик и маленький маленькое отверстие куда в позднее я буду засунуть резиночки и шнурочки которые будут держать на маску на лице посмотрите нормально ли вам подходит длина этих завязок а может быть вам нужно сделать поменьше вот здесь или вообще туннельчик будет поменьше сделать а в общем делайте так как вам удобнее и итак последний ваш шаг проденьте резиночки в отверстия а я это уже сделала как вы видите сейчас я еще раз покажу как можно вырезать резиночку для маски для взрослых порежьте примерно двадцать семь сантиметров резинку зависит от того на самом деле насколько она эластичная более или менее плюс-минус пару сантиметров для детей это примерно 23 сантиметра из моего опыта теперь вам понадобится маленькая булавочка смотрите чтобы булавочка хорошо проходила в этот туннель который вы пришили вставляете булавку в резиночку в шнурочек и продеваете ее сквозь это отверстие и последний шаг оба эти конца вы берете и завязываете вот здесь вот покрепче можно несколько узелочков сделать я потом берете и просто проворачиваете на крызиночку чтобы узелок остался в вашем этом туннеле скрытый и не видно вот так вот вот чтобы масочка выглядела в целом красиво но следите чтобы узелок не слишком мешался голове чтобы это нервировало вас потом ну и теперь в принципе наша масочка готова так мне кажется она выглядит просто классно отличная такая форма подходящая для лица по кругу она будет сидеть хорошо на лице мне кажется выглядит просто прекрасно будет смотреться хорошо на лице я очень надеюсь что мое видео вам поможет и это то что вы как раз искали в нынешнее время если у вас есть вопросы или вы не поняли какой шаг за каким следует пожалуйста или что-то вообще в целом не поняли пишите в комментариях я в любом случае буду их смотреть отвечать вам ну и как я и сказала парочку видео на тему масок и защиты лица я вам и еще буду выкладывать на моем канале в разных вариантов которые буду придумывать я думаю что в любом случае вас что-то заинтересует подписывайтесь на мой канал активируйте маленький колокольчик под видео чтобы не пропустить мои новые выпуски будущем тогда мы обязательно увидимся с вами на диавай идея для творчества ставьте лайк если вам понравилось пока пока дорогие друзья увидимся на диавай идея для творчества до встречи с вами